девчонки всем привет в сегодняшнем видео речь пойдет о том как я исправляю форму клюющего ногтя и предвидя ваши вопросы о том красивом гель-лаке который на ноготках у моей клиентки я впоследствии решила доснять маленький кусочек и рассказать немножко об этих гель-лаках и так с чего мне хотелось бы начать в предыдущем видео поступило очень много комментариев защищающих гель-лаки с алиэкспресс я с этим не то чтобы не согласна но хочу немножко рассказать про свой плачевный опыт заказала я гель-лаки с алиэкспресс да может быть у них неплохая пигментация да может быть они на не настолько аллергены насколько я говорила но во первых в пару-тройку бутылочки у меня гель-лака было совсем на донышке это первое во вторых у них присутствовал неприятный запах а в третьих моей коллекции уже давным-давно есть вот такие лаки я хочу вам немножко сейчас о них рассказать и так гель-лак эльпаза объемом 10 миллилитров с хорошей кисточкой хорошей пигментации хорошими самовыравнивающими свойствами внимание стоит 110 рублей как я на них наткнулась совершенно случайно зашла в обычный магазин в своем городе и нашла такую марку смотрю цена 110 рублей думаю почему бы не попробовать спросила отзыв у продавца наград шикарные гель-лаки я думаю но почему же так дешево ведь на алиже такие цены но тут не надо ждать не надо думать а придет или нет все цвета хорошо видно на палитре решила купить взяла три штучки и осталась в полнейшем восторге сейчас для вас я специально написала этой девочки которая хозяйка этого магазина и она сказала что оказывается у них есть доставка в другие города так что всем советую попробуйте обязательно 110 рублей это вообще не цена для гель-лака я бы сказал тем более объем 10 миллилитров вы последующего на видео увидите укрывистость данных цветов и покажу вам небольшую свою меня пока что их не очень много но коллекция постоянно пополняется здесь у меня темные оттеночки оттеночки с блестками и очень хороший у них белый гель-лак он хорошо ложится хорошо самовыравнивается в общем ссылочку на этот магазин я оставлю в описании под видео вообще это интернет магазин но у нас есть офис то есть хозяйка этого магазина из моего города обязательно переходите посмотрите ну а мы давайте начнем мы имеем вот такой вниз растущий ноготочек у моей клиентки только указательные ноготочки смотрят так вниз и сегодня мы обязательно будем это исправлять хорошенько обезжириваем наносим праймер высушим его на воздухе и покрываем тоненьким слоем геля такую коррекцию можно выполнять не только гелем но и акригелем акрилатиком как вам удобно называть я хорошенько промазываю не просушиваю и беру небольшую капельку геля ногти сейчас у моей клиентки убраны под корень то есть они очень короткие просто не очень длинная ногтевая пластина и у данной клиентки имеется разросшийся гиппонихий это очень животрепещущая тема на самом деле гиппонихий нельзя не подрезать не ковырять не убирать просто постоянно носить короткую длину и тогда он постепенно отодвигается и так мы аккуратно распределили гель по ногтевой пластине не забываем про боковые стороны делаем максимально ровно сразу переворачиваем пальчик клиенты если нужно просто понимаете если вы распределите гель так как надо то у вас вот это провисающая часть она никуда не денется никуда она не уйдет поэтому нам придется высушить это вот я просушила минутку в лампе и взять небольшую капельку и обтереть об торец вот таким вот образом и мы заходим сверху и немного сравниваем гель который уже высох с тем что мы положили на ноготочек обязательно делаем уголочки и просушиваем в лампе еще минутку хорошенько обезжириваем наш гель уже просохший вот мы уже видим что мы можем исправить данную форму снизу мы начинаем подпиливать провисающие края не спешите то есть не пилите сразу сначала опиливаем торец предыдущем видео про гелевое укрепление натуральных ногтей я подробно рассказывала свою технику опила поэтому посмотрите если кому интересно а в данном случае техника опила у меня в точности такая же просто я решила при так сказать поближе вам показать этот способ вообще проблема вот таких вниз растущих ногтей чаще всего на указательных пальчиках и девчонки никогда не отпускайте клиента с такими пальчиками потому что скорее всего он их сломает так как очень большой упор приходится как раз таки на торец ногтя это обязательно нужно исправить вот мы опилили наш ноготок нам еще нужно обязательно забавить его мягким баффикам чтобы сравнять вот эти неровности после пилки стряхиваем пыль и фрезой мы убираем толщину еще раз повторюсь что у клиентки разросшийся гиппанихи если кто не знает то это внизу такая кожица она называется гиппанихи и при долгой носке материала такое бывает он начинает расти поэтому я фрезу держу немного под углом видите я сбоку захожу и вижу что у меня уголочек еще провисает немножко поэтому я его подпиливаю линии должны быть параллельны опилили мы наш ноготочек обезжириваем и спокойно себе покрываем цветом слышала где-то в предыдущих видео вопрос что нужна ли база нет база уже не нужно то есть гель он идет в качестве базы вы гель выложили опилили его или там забафили если вы делаете выкладывайте гель без опила и ногти не требует этого и спокойненько себе покрываете на втором слое я пушером отодвигаю кутикулу промазываю вторым слоем гель-лака и беру тоненькую кисточку и спокойно прокрашиваю под кутикулой просто шикарный цвет выбрала моя клиентка очень осенний знаете он очень блестящий мы думали что будет чересчур но нет на самом деле на пальчиках все такие пальчики и на парочке ногтей геометрия вот такой ноготочек у нас получился смотрится очень естественно нет никакой толщины лишний ничего не заметно что когда-то он куда-то рос вниз все остальные ногти у моей клиента нормальный поэтому все остальные ноготочки я буду делать просто базой каучуку и с выравниванием вот такой у нас сегодня с вами результат кому видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал задавайте свои вопросы обязательно на все отвечу всем пока